Последние десятилетия, буквально, синдром хронической усталости, он проявляется в виде чувства сильной усталости, которая происходит даже после длительного отдыха и сна. Причины болезни до сих пор неизвестны. Ряд исследований полагает, что триггерами синдрома хронической усталости служат вирусы. Эффективного лечения тоже на сегодняшний момент не существует, но это приносит гигантский ущерб людям, экономике. В одной Британии 250 тысяч человек, которые страдают этим, и миллиарды фунтов стерлингов – это ущерб экономике, и люди прикованы буквально к своему месту жительства, к постели, и не знают, что с этим делать. Где взять силы буквально на жизнь? Этот вопрос возникает у нас специально. Чтобы мы нашли настоящую цель в своей жизни, а не тратили бы её по пустякам. И поэтому мы ощущаем, что нам незачем жить. Незачем жить. И нам надо найти эту цель. У каждого она может быть своя, но найти её мы обязаны. Наш эгоизм постоянно развивается. Эволюция заключается в том, что развивать в нас эгоизм. И развивающийся эгоизм, он требует наполнения. А наполнения нам нет, не предлагается. Мы должны его сами найти, сами искать. Мы такие эгоистические, с одной стороны, и с другой стороны, такие пустые. Вот и появляется эта проблема. Так что мы должны вместе с ростом нашего эгоизма постоянно искать, чем же нам его наполнить. Причём наполнить чем-то созидательным, чем-то действительно уважаемым. Это мы должны делать. Поэтому мы не должны пичкать успокоительными таких больных и вообще людей. Апатия, отрешённость, всевозможные эти проблемы психологические, они в мире очень популярны сегодня. Именно потому, что это разрост эгоизма. А мы, люди, не можем ему дать правильного насыщения. Наш эгоизм требует от нас одного только. Дай мне смысл жизни. Иначе зачем мне существовать? Зачем мне жить? Вот, это проблема. Значит, мы с вами должны найти смысл жизни. и предложить его всем. И так каждый, каждый пусть находит. Но не в мелочах, где мы забываемся, но в итоге не наполняемся. Я думаю, что человечество найдёт. Я лично нашёл. Но я не могу предлагать это всем, кто пожелает. Я приглашаю.